МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошее настроение, отличная погода и спорт. Татьяна Друг, кажется, разгадала секрет прекрасного самочувствия. Жительница Одинцова, член клуба «Активное долголетие», старается интересные события не пропускать. Фестиваль на САПах как раз одно из таких. Я когда пришла в «Активное долголетие», я знала, что будет все спортивно. И я участвую во всех спортивных состязаниях. В общем, где спорт, там я. И поэтому очень хотела и ждала, чтобы мы сплавали на сабордах. Сапсерфинг сейчас один из самых популярных видов спорта. Особой спортивной подготовки не требует, поэтому поучаствовать в фестивале пригласили долголетов. Организаторы признаются, в таком масштабе он проходит впервые. Ежегодно мы проводим различные мастер-классы на САПах. Это каждый год у нас опыт, но обычно мы набирали не больше 10 человек. Сегодня мы рискнули попробовать и при поддержке Министерства социального развития и вообще Московской области провести фестиваль, областной фестиваль. Представители 11 округов – Дмитров, Королев, Красногорск, Ленинский округ, Руза, Люберцы и не только. 5 километров по течению Москвы реки в сопровождении опытных инструкторов и спасателей. А перед тем, как отправиться в плавание – мастер-класс. Обратите внимание, что когда вы встали, сразу вы на прямые ножки не встаете, колени слегка подсогнутые. Четкий инструктаж от мастера спорта и призера престижных чемпионатов по гребле на байдарках. Никита Борисенко половину своей жизни провел на воде. А вот сапсерфингом увлекся в 21-м году. Теперь помогает обуздать стихию другим. Если есть какой-то, возможно, страх воды, вы можете сидеть, вы не упадете, вы никуда не денетесь. Вы будете себя комфортно чувствовать, как на стуле. А если же вы уже чувствуете, поймали баланс, вас не шатает, да, уже можно начинать плавно вставать, соответственно. И тогда уже чуть-чуть пошатает, но можно же самому доску пошатать из стороны в сторону, почувствовать ее, и уже страх уходит. Отличное настроение и попутный ветер. Кажется, все в этот день благоволило участникам фестиваля. Организаторы заверили, такие спортивные праздники будут проводить чаще, чтобы как можно больше людей приобщить к этому популярному виду спорта. Татьяна Верняковская, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова». Татьяна Верняковская, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».